Всем добрый день! Я Наташа Комиссарова. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поближе посмотрим на пряжу от Drops. Это мереносовая шерсть под названием Merino Extra Fine. 100% мереносовая шерсть Superwash, которую можно стирать в машинке. В принципе, это по большому счету старший брат Drops Baby Merino. В Baby Merino у нас, по-моему, 167, около 170 метров. Здесь у нас 105 метров. Прежде всего, давайте посмотрим на ниточку. Что у нас тут по ниточке? Вот так она у нас выглядит. Не знаю, наведется фокус или нет. Она пружинистая. Как и любая мереносовая шерсть в обработке Superwash. Маленький пушок есть, не сильный. И состоит она из... Даже не раскручу. Шести маленьких ниточек. Скрутка очень хорошая. На крючок тоже годится. Потому что она не будет расслаиваться в работе. Хорошо, очень скучно. Итак, давайте посмотрим, что у нас по параметрам и что нам рекомендует производитель. У меня здесь есть вот этикеточка. Итак, как я уже сказала, 105 метров. 105 метров в 50 граммах. Спицы нам рекомендуют 4. 100% шерсть и группа пряжи B. Это вторая по толщине нитка. И здесь у нас, посмотрите, есть другие представители этой толщины. Это Drops Cotton Light. Не знаю, даже есть такая или еще нет. Это, по-моему, была с вискозой какая-то пряжа. Мне кажется, что ее уже не упускают. Дропс Cotton Merino в той же толщине. Дропс Carisma. Дропс Lima. Это вот Дропс Merino Extra Fine. И Дропс Muscat. Это группа B. И что у нас по стирке? Стирать можно, потому что это пряжа Superwash. Стирать можно в 40 градусах. Гладить. Барабанин не сушить. Сушить в разложенном состоянии. Что у нас про палитру? Ну, давайте посмотрим. В палитре, цветовой палитре от Drops этой линейки 45 цветов. То есть цветов довольно много. Думаю, что можно найти тот цвет, который вам нужен. Представлено, опять же, двумя типами. Unicolor или Mix. Здесь у меня два представителя Mix. Он такой более меланжевый. Более однородный Unicolor. Какие у меня здесь цвета? Здесь у меня цвет 23. Синий. Такой, это, по-моему, серо-зеленый называется. Пятнадцатый цвет. Карий 30. Шестой темно-коричневый. И темно-серый. Это не черный. Это темно-серый. Третий. Такие у меня здесь есть цвета. Что касается узелков. Узелки встречаются, конечно. Но я бы не сказала, что они встречаются очень часто. Так что здесь я дам плюс за это. Я вязала... Сколько я вязала, наверное... В шапочке только один раз мне встретился узелок. Вот в этой вот... В таком мотке. Так. Вязала я вот из этого. Не было у меня узелков, насколько я помню. Так что пока, по крайней мере, мне не встречалось так много узелков, как в других пряжах. К нити, к равномерности нити тоже претензий нет. Нить ровная. Ни разу не было такого, чтобы какое-то было распушение или тоненькое. Тоненький участок. Поэтому тоже здесь даю плюс. Насчет цветов в разных партиях сказать не могу. Потому что я заказывала как бы полностью на изделие. И у меня нету представителей других партий одного и того же цвета. Подозреваю, что цвета могут отличаться, как и у всех... Как во всех артикулах Drops. Но, опять же, не буду наговаривать. Поставлю плюс, потому что я не могу с точностью это утверждать. Давайте теперь перейдем к узору. Что у нас по узору? Это я уже уберу. У меня эта пряжа представлена двумя шапочками. Только аксессуарами. И давайте сначала посмотрим на лицевую гладь. Вот так вот она выглядит. В принципе, она выглядит точно так же, как и Drops Merino. Baby Merino только что. Ну, чуть-чуть толще идет полотно. Выглядит оно чуть-чуть пошмяканым, когда вы только вяжете. Но эти петли, они более такие выпуклые. Но когда вы постираете, все прекрасно выровняется. И вот такое вот у нас идет ровное полотно. Чуть-чуть, конечно, с пушком. Если так вот будет видно. Вот. Но очень ровненько. Очень красиво выглядит. Вот так вот узор у нас сложится. Все очень даже приятно. Лицевая гладь не косит. Все прекрасно с этим. По крайней мере, в таком мелком изделии у меня никакой косины не было видно. Что у нас по резинке? Вот здесь вот у меня вот эта вот темная-темно-серая пряжа. Резиночку держит прекрасно. Резинка очень хорошо держится. После стирок здесь у меня резинка один на один. И замечательно. Просто замечательно. После ВТО, как я уже сказала, петельки выравниваются. Здесь тоже плюс большой. Но опять же выравниваться особо нечего, потому что сразу же полотно довольно ровное. Что касается ВТО, нам производители рекомендуют стирать в 40 градусах. Можно стирать в машинке. Эту шапочку я стирала вручную, потому что здесь верхний слой у меня из альпаки. Эту шапочку я стирала в машинке на режиме шерсть. Опять же ничего не случилось. Но у меня есть еще одна шапочка. Еще одна шапочка, которую я успешно сваляла. Верхний слой у меня был из дроп слима. А нижний слой из вот такого же вот мериноса. Точно такого же цвета. Верхний слой у меня был слишком большой. Я решила его уменьшить через стирку в 60 градусах в машинке. И, конечно же, верхний слой лима, это шерсть с альпакой, у меня свалялся. А с нижним слоем, вот с этим вот, вообще ничего не случилось. Абсолютно. То есть даже в стирку при 60 градусах у меня эта шерсть прекрасно выдержала. И абсолютно она не изменилась, не села, ничего с ней абсолютно не случилось. Цвет остался точно такой же. Так что даже если вы случайно бросите эту пряжу, изделие из этой пряжи в машинку, сильно не расстраивайтесь. Здесь изделие практически с 80-90% вероятностью выйдет у вас из машинки точно такой же, как вы туда положили. Параметры сохраняются. По крайней мере, на мелких изделиях у меня сохраняются. Но, опять же, это все зависит от того, как вы вяжете. Если вы вяжете плотно, то большая вероятность того, что полотно у вас останется таким же, каким вы его вязали. Если вы вяжете менее плотно, то, конечно же, это меринос, и он потянется, растянется. Вернется в свое изначальное положение после того, как вы его высушите. Может, конечно, не совсем в изначальное положение, но более-менее. Но чем плотнее вы вяжете, тем оно более будет стабильным. После ВТО стойкость цвета. Я бы сказала, что остается такой же цвет, как и есть. Вот, например, когда я стирала эту шапочку, у меня первый раз вода была просто черная. Она даже была не синяя, она была не оранжевая, она была просто черная. То есть, я не знаю, какая из этих пряж была настолько грязной. Но второй раз, при второй стирке, чуть-чуть такая уже голубенькая была водичка. Не такая черная, и цвет вот не поменялся. Цвет остался такой же. Здесь проблем нету с цветом. В общем, по ВТО у нас тоже все идут плюсы. Все четыре плюса. Все очень даже хорошо. Можно стирать без каких-то опасений. И последний пункт – это практичность. Практичность, ну, тоже я должна дать практически по всем параметрам плюсы. То есть, катышки. Я не наблюдаю здесь катышек. Эта шапка довольно много носилась. Я ее ни разу не чистила. Катышек здесь особо нету. Хотя есть, конечно, мелкий такой пушок, и вроде бы он должен был бы закатываться. Но у меня это не закатывалось. Как не закатывалась и вторая эта шапка, в которой я сваляла. Эта шапка, я связала ее недавно. Мы ее еще не сильно носили. Но так же, как и дропс Baby Merino. Зависит от узора. Некоторые узоры могут сильно закатываться, некоторые не очень. Лицевая гладь у меня нигде не закаталась. Ни в Baby Merino, не подозревая, что здесь тоже лицевая гладь закатываться не будет. Мягкость, жесткость. Второй пункт в практичности. Мягкая пряжа прекрасная. Может быть использована для изделий для детей. Как нижний слой в аксессуарах. Как свитерки для маленьких детей. Она не кусается. Она очень мягенькая и очень приятненькая. Честно говоря, мне акрил больше кусается, чем вот эта вот пряжа. Так что здесь тоже большой-большой плюс сюда. И со временем тоже цвет сохраняется. Вот смотрите, вот эта вот у меня пряжа. Этой шапочке уже, наверное, года два. И вот такая у нас оригинальная пряжа. Видите какую-то разницу? Я, честно говоря, особо не вижу. Она меланжевая, так что тем более этот цвет будет такой... Не будет сильно видно разницы, но я не вижу. Не вижу, что цвет как-то сильно изменился. Так что пряжа... Сколько у нас получилось пунктов? У нас получилось 4 пункта из 4. Под вопросом у нас стоит партии. Так, цвет в разных партиях. И под вопросом у нас стоит... Что-то у нас еще под вопросом стоило. Но цвет партии точно стоит под вопросом. Но в общем пряжа практически идеальная. Если принять во внимание, что в ценовой категории своей она тоже довольно неплохо стоит и презентуется в сравнении с другими пряжами-реносовыми, то пряжа очень годная. Я ее очень рекомендую, особенно для детских изделий, особенно для аксессуаров, для больших изделий, для плечевых изделий. В принципе, думаю, что она тоже была бы очень хорошо... Хорошо бы выглядела в этих плечевых изделиях. Полотно... Оно плотное, но я бы не сказала, что оно сильно плотное. Я вот эту вот шапочку вязала на троечке. И оно довольно такое пластичное. То есть оно не дубовое. Если вы будете вязать на четверочке, то оно может быть, конечно, более такое расхлябанное. На троечке все прекрасно выглядит. И, например, вот это вот изделие, плечевое изделие на троечке вот этой вот пряжи прекрасно, думаю, будет смотреться, будет носиться. Так что на плечевые изделия тоже она как нельзя годится. Только вопрос, конечно, нужно ли вам такое плотное плечевое изделие из ныриносовой шерсти, если мы говорим про взрослых. Для детей, конечно же, очень даже... Она не будет сильно тяжелой, она будет хорошей. Так что у нас, в общем, получается четыре пункта из четырех. Это, наверное, первый раз, чтобы пряжа получила четыре пункта из всех четырех. То есть везде абсолютно плюсы. Очень рекомендую. Очень хорошая пряжа. Везде во всем можно использовать. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok